всем привет сюжеты в которых я делаю домашний сыр молодой очень популярны вот в данном случае я хочу сделать плавленый сыр из домашнего сыра или творога как хотите называть это одно и то же я дам ссылку на эти сюжеты в конце этого сюжета но если кто-то не видел а так почти все уже видели в общем здесь 400 граммов ну хорошо я скажу творога жирностью так порядка девяти процентов его надо протереть через сито или вот у меня такой дуршлаг с небольшими дырочками я протер 400 граммов 100 граммов сливочного масла я растоплю его скажем в микроволновке добавлю ложку сахара ложку соли одно яйцо все как следует размешаю ну сделать это очень просто то что я сейчас делаю сами увидите ну это на водяной бане делается минут 15-20 на водяной бане масло растопил может быть даже слишком ну все нормально смешал небольшое количество поэтому я рукой я добавил тимьян мне нравится аромат тимьяна у нас в семье любят совершенно необязательно это делать пол чайной ложки пищевой соды вот венчиком как следует смешиваю вернее вилкой можно венчиком можно даже блендером но не делаю абсолютно гладкую текстуру какие-то крупиночки остались дай бог с ними нормально водяная баня вода снизу кипит и пар нагревает эту стеклянную мисочку я ее помешиваю но не постоянно ну скажем ну каждые 2 минуты или 3 минуты ну и постепенно содержимое начинает плавиться ну и минут 15 ну может 20 требуется на все это дело попробуйте на соль если надо добавьте можете добавить перчик в этот момент ну к чему можно добавить на самом деле те травы которые вам нравятся можете добавить вот практически все стало таким достаточно гладким я снял с огня дал немножко подостыть две ванночки из-под сыра виола специально сохранил не выкидывал кстати видите виола с лисичками можете тоже добавить лисички не лисички но у вас может быть есть сухие белые грибы в момент расплавления на водяной бане очень хорошо будет добавить ложечку чайную или две да конечные заставки посмотрите в самом конце этого сюжета будут соответствующие ссылки ну в принципе все дал остыть интересный вкус для разнообразия очень хорошо ну как и с чем подать можно конечно огурчик вверх положить укропчик там как угодно на самом деле легко в принципе сделать и быстро всем приятного аппетита не болеть пока